всем привет как не удивительно с вами берингтон и тут я такой сижу и как-то осознал что уж больно давно не выходила весьма популярная рубрика в рамках моего канала под названием мнение о проекте и собственно по названию данного видео вы уже примерно понимаете о чем сейчас пойдет речь да в данном ролике я попытаюсь высказать свое мнение касаемо наиболее популярного рп проекта в снг косема даймонда средний онлайн на проекте колеблется на уровне 5000 игроков проект состоит из 8 серверов последний из которых был запущен 13 февраля 2016 года также заранее стоит отметить что за время моей игры на гранде у меня частично изменилось отношение к серверам с так называемым light рп режимом и поэтому в данной рубрике я буду оценивать даймонд отчасти более мягко так как у меня образовалось понятие того что нет какого-либо смысла оценивать этот же даймонд по всем рамкам hard rp ибо понятное дело что если к примеру сравнивать его с гамбитом то гамбит по отыгровке кажется в разы лучше плане самой аудитории и отыгровки на даймонде я буду оценивать прежде всего адекватное поведение этой же аудитории и их отзывчивость на мою отыгровку да наговорил я конечно много чего и может показаться что мои слова касаемо проекта в этом ролике будут чересчур мягкими но могу вас убедить что дерьма на этом бриллиантовом проекте ой как немало так что давайте начнем для начала я более-менее кратко пробегусь по моду далее уже буду говорить непосредственно касаемо самой аудитории проекта процесс регистрации ничем особо не выделяется для начала нам предлагают ознакомиться с рп терминами потом идут этапы ввода пароля майла выбор пола расы национальности вашего персонажа и вот в двух последних пунктах то есть в россии национальности я вообще смысла не вижу так как на выходе при выборе скина нам предоставляет ущербных блять бомжей и что-то мне говорит о том что национальность сам не особо заметно сейчас у некоторых людей может быть возник вопрос эй парень а чудо вообще придираешься к таким моментам если сказал что будешь оценивать данный проект как light rp немного отойдя от самой сути ролика что такое light rp в моем понимании прежде всего уровень рп от игровки на сервере не зависит никоим образом от мода ну да быть может он зависит какой-то маленькой скажем так части но все же этакий уровень рп от игровки он зависит непосредственно от самой аудитории в 2016 году мода серверов а тем более рп серверов выросли уже до весьма нехилого уровня и если взять аудиторию гамбита то я думаю что она и осталась вот такой рпшной на любом другом сервере любом другом моде так что да конкретно к моду вполне рп я считаю что могу спокойно придираться а вот к самой аудитории я буду чуть более мягким возвращаясь процесс регистрации выбрав один из нескольких невероятных скинов бомжей мы как не удивительно появляемся на вокзале и наблюдаем десяток таких же бичей которые уложились дружно на одной лавке и качают экспу на спавне имеется пикап с помощью для новичка и там нам сразу говорят о том что нужно отправляться на всякие подработки и то что для открытия новых возможностей нужно повышать свой уровень да кстати для вступления в любые организации необходим минимум третий игровой уровень что также не особо положительно влияет на рпшность мода но это уже такой не особо значимый момент также хотелось отметить один позитивный момент связанный с гос структурами эта команда слышь ваканси прописав ее игрок спокойно может промониторить какие организации проводятся наборы это как по мне действительно полезная вещь да и той же администрации уже на один вопрос репорт будет меньше на спавнах я не наблюдал каких-либо аренд скутеров или же велосипедов соответственно можно предположить что все передвижение новичков держится на таксистах и автобусниках но лично с моей точки зрения это не особо положительный момент так как есть просто уйма факторов исходя из которых обычную аренду мобеда можно считать в разы удобнее теперь как обычно касаемо работ для новичков здесь есть все по сути стандартные виды подработок это шахта лесопилка и оружейный завод конкретно я побывал лишь на оружейном заводе и был относительно разочарован так как чего-то интересного я там не увидел да на лесопилке вроде как было что нечто необычное с использованием текстравов но так или иначе весь процесс работы с деревьями был реализован не особо реалистично подведя очень краткий итог работам для новичков я могу сказать что ожидал большего так как проект все же весьма известен и уже скажем так по умолчанию вы ожидаете увидеть чего-то нового после начальных работ логично предположить что игрок будет пытаться вступить какую-либо организацию я с этим немного подзапарился и нашел аккаунт третьего уровня что из этого получилось давайте посмотрим побывал я в нем малом количестве организаций и о своих таких путешествиях буду рассказывать во всех подробностях первой фракции которая попалась на моем пути стала радио цента сан-фьерро за время пока я находился в очереди я успел понаблюдать за тем как проходит процесс собеседования и сука как же у меня пригорает от всяких якобы проверок на рп по типу сядьте встаньте в разные чаты всякие аббревиатуры рп терминов в оси чат и тому подобные моменты да я прекрасно понимаю что это некие стандарты которые сложились еще около пяти лет назад но черт побери собеседование можно спокойно провести и без подобных вопросов и проверить человека на адекватное понимание рп процесса можно путем обычной беседы возвращаясь к самому собеседованию могу сказать что проверяющий в принципе к моей отыгровке отнесся положительно что было заметно исходя из сообщений в вас чат как оказалось для вступления в организации помимо уровня необходим еще пройденный медосмотр с водительскими правами так что я отправился заниматься оформлением этого дела процесс получения прав как по мне весьма интересно сделан да первоначально это обычная сдача теории но это практики это не просто покатушки по городу на машине а совместная поездка по треку на задней части автошколы совместно с ее сотрудником единственное что немного разочаровала в этом всем это то что сотрудники просто сидели на биндерах и какие-либо способы завязать диалог помимо сдачи экзамена с этими сотрудниками завершились неудачей получение медкарты я не вижу особого смысла делает на системном уровне но так или иначе особого напряга это не дает обычная беседа с сотрудником больницы дать ответы на пару вопросов и медкар тоже в вашем распоряжении получив все необходимые документы для собеседования я собственно на это же собеседование и вернулся приняли меня без особых проблем но лично мне не очень понятно зачем все же задавать мне вопросы по типу что у меня над головой и все в этом духе по большей мере так проверяют конченых даунов которые не отыгрывают передачу паспорта и подобные моменты но если человек то бишь я все отыграл достаточно подробно то заниматься столь дубой проверкой я смысла вообще не вижу от самой фракции я не ожидал чего-то интересного самого начала мне вбили мол нужно сдавать всякие правила тесты но понятно что я этого делать не планировал побыл в организации я около пола часа и могу сделать небольшой вывод что в целом руководящий состав ведет себя вполне адекватно исходя из того каким образом он со мной беседовал после радиоцентра сан-фейера я решил очень сильно скреативить и дальше отправился в радиоцентр лос-сантоса там по сути собеседование было проведено в похожем формате что и в сф но проверяющая личность явно была наделена чуть большей долей интеллекта и он еще умудрился со мной завести беседу которая не относится к обычной проверке документов я сочинил историю мол пришел на собеседование исключительно из-за нужды в деньгах потом рассказал очень краткую историю о якобы бизнесе моего брата и меня действительно радовало что проверяющий не только адекватно отреагировал на мою нагровку но и со своей стороны проявил интерес к истории моего персонажа что кстати говоря реально весьма удивительно для сервера с так называемым lighter по режимам так или иначе в организации я тоже особо долго не задерживался ибо новости при любом раскладе остаются новостями и особо интересных занятий там мало еще немного отойдя от рассказов связанного с моим путешествием по организациям хотелось бы повторно сделать некий акцент на моменте трудного передвижения по штату для новичка за время пока я бегал по всем фракциям я успел не слабо так настрадаться с автобусниками и таксистами основная проблема как и говорил в том что аренд скутеров элементарно нет автобусники не всегда могут оказаться в нужном месте в нужный момент да казалось бы логично вызвал такси и все нормально да и онлайн вроде такой что таксисты постоянно будут но не тут то было есть такой момент что если в близости нет таксистов то элементарно даже вызвать их не получится не знаю какой радиус этого промежутка доступности таксистов но пример даже находясь у больницы лос-сантоса мне писала что поблизости таксистов нет думаю не стоит говорить о моментах когда игрок находится в более отдаленных местах ну и но возвращаясь к моему рассказу о путешествии по фракциям я уже поведу речь о том как я пытался попасть в какую-то из мэрий города уже к сожалению не помню изначально собеседование шло в обычном духе проверяющий челик кюсал биндер игнорируя мою отыгровку и по итогу выдал мне бланк и сказал дабы я его заполнил и попросил потом в ос-чат чтобы я ему в смс отписал нужные термины естественно этого делать не стал ибо ос-чат к рп процессу отношения никакого не имеет в свою же очередь я вслажду спросил у него какие поля для заполнения имеются в бланке но по итогу он тупо проигнерировал мои вопросы и лишь требовал ответа в смс да весьма печально что на проектах присутствует большая часть вот таких вот парней которые просто как мне кажется не получает толкового удовольствия от игры а выполняют свои задачи и за и биндеры будто какие-то роботы с этой мэрии как вы уже поняли у меня не срослось соответственно я решил не сдаваться и отправился в другую мэрию опять же город увы не припомню здесь было все примерно по тому же раскладу что в предыдущем учреждении я вроде как нормально отыгрывал но по итогу ко мне пристали с тем моментом что я игнорирую ос-чат кстати и этот проверяющий также просто в тупую игнорил мои вопросы с лыжду то ли этот чат здесь вообще не используется ну или это мне так повезло что попались такие уникумы по итогу я мило попрощался в вас чат с проверяющим и самое веселое во всей этой ситуации что по итогу он меня еще и пытался унизить обвинениями мол думаешь сделал бинт и крутой я с этого момента вообще дико проорал вот прям от души как вы уже поняли то есть второй мэрии у меня также дела не пошли и нет в третью мэрию я не отправился следующая организация которая попалась мне на пути стала больница лос-сантоса здесь все прошло уже по более-менее адекватному раскладу и ходе главврач пытался добиться от меня открытого смс касаемо терминов но по итогу все же как говорится моя взяла и он не кинул инвайт без этих ответов в организации я побыл около одного дня и опять же здесь все идет через чистую и такую дрочку отчетами сдачи различных экзаменов и тому подобных моментов за один день я уже прекрасно осознал что все в составе фракции пытается как-то максимально выслужиться перед начальством и о каком-то толковом рп речи также идти не может биндер форевер как говорится последний год фракции которой я побывал стала армия и при собеседовании хоть с моей стороны и была адекватная отыгровка но опять же от меня требовали рп термина в смс тут я уже решил их написать ибо любопытно было чего уж там в армии такого происходит но по итогу ничего интересного я там не обнаружил а наблюдал лишь за огромным стадом который ни капли не разбирается в рп отыгровки как вы уже могли догадаться в армии это же не особо долго задерживался и потом решил отправиться в очень страшное место которое носит название гетто о да сперва я решил отправиться на спаун грувом встретил я там лидера если не ошибаюсь и начал пытаться как-то отыграть рп и меня просто-напросто убили что было весьма ожидаемо подобная история произошла и когда я приперся на спавн к вагасом меня блять тупо игнорировали а потом пристрелили все же утверждение касаемо дауна в гетто к данному серверу можно считать причастным к моему сожалению даже на гранде в рубрике админ в школе игрока я продемонстрировал что в гетто рп иногда может проявляться но с даймондом все иначе по всей видимости а вот и плавно мой рассказ касаемо путешествие по фракциям подходит к своему завершению можно еще отметить пару моментов касаемо экономики сервера работа администрации и маппинга экономика здесь мягко выражаясь ущербно донат много чего решает скины по своей стоимости доходят до полумиллиона и это как минимум ненормально администрация на вопросы в репорт большинстве случаев отвечает но все же когда задается вопрос и по типу того где ответ должен составлять 1 2 слова то шанс игнора от админа чуть возрастает но все же работа администрации здесь можно оценить положительно если учитывать онлайн сервера который в среднем составляет 700 800 человек маппинг как по мне на среднем уровне есть некоторые интерьеры над которыми подзапарились но и к определенным моментам можно придраться здесь уже как говорится на вкус и цвет товарищей нет в данном видеоролике речь шла лишь о том как себя ведут люди состоящие в организациях но я ни слова не говорил о тех уникумах которых встречал просто катаясь по штату да если как-то и надеяться здесь на адекватную игру то делать это можно лишь в госфракциях так как обычные гражданские назовем их так игроки по большей мере ведут себя вообще не адекватно опять же я не говорю что при вступлении в госфракцию будет все идеально но хотя бы немного лучше игра на начальных рангах в организациях просто максимально скучно но также стоит отметить что буквально за пару дней можно нормально себя проявить перед лидером повыситься по быстрому должности и играть уже будет чуть-чуть интереснее меня действительно радует что есть некие лидеры которые действительно ценят рпшных людей и относятся к ним чуть иначе в целом я думаю уже можно подводить некие итоги данного обзора и какие собственно выводы я могу сделать если говорить о даймонде как и сервере с лайтовым рп режимом то за саму рп я бы поставил ну два балла по пятибалльной шкале не более рп по большей мере и проявляется лишь в госфракциях да и то в основе этого рп заложено биндеры если играть на сервере с друзьями то да начальные этапы развития могут показаться интересными но если же работать на начальных работах бегать по серверу в одиночку то будет весьма скучно за маппинг я бы поставил тройку так когда он есть но ничем особенным не выделяется на работу администрации я бы оценил примерно на 4 балла по пятибалльной шкале но если говорить о проекте со стороны этакого harder п то здесь все прям пиздец как плохо из-за адекватности аудитории нельзя даже и одного балла присудить стоит ли играть на даймонде скорее нет нежели да проект проект подойдет лишь для игры в том случае если вы хотите обрести какую-то популярность кругах самперов то есть можно попытаться стать на лидерку или что-то в этом духе ну и еще можно рассматривать вариант игры с друзьями а для адекватной рп от игровки создание какой-то атмосферы данный сервер явно не подойдет на этом данный видеоролик подошел к своему завершению благодарю за просмотр выражать свое мнение к своему проекту в комментарии ставь лайк и подписывайся на канал мне будет приятно он до скорого